В этом спектакле мы тоже говорим о том времени, в котором мы живем. Плюс к этому, конечно, нам хотелось делать не только сатиры, которые, конечно, заложены в этом произведении, но еще и исследовать вопрос взаимоотношения самой культуры и сегодняшнего дня, то есть классики и сегодняшнего дня. Классики, культуры, которая сегодня часто служит внешней обложкой внутренней дискультуры. Роли Городничева и Хлистакова в постановке исполнят Николай Авдеев и Александр Курзин. В других ролях задействованы заслуженные артисты России Виктор Чукин и Михаил Петров, заслуженные артисты Украины Андрей Бориславский и талантливая молодежь театра. По традиции, в начале сентября Ульяновский драматический театр примет на своей сцене лучшие спектакли фестиваля «Золотая маска». О программе этого года в рамках телемоста во время встречи с журналистами рассказала генеральный директор Национальной театральной премии Мария Ревякина. Традиционно «Маска» привозят, у нас будет пять показов спектаклей. Это спектакль театра Пушкина «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова. Это необычный спектакль, потому что это хореография. Хореография Сергея Землянского, неоднократного номинанта «Маски». И заключительные показы «Добрый человек из сезона», номинант «Маски» 2014 года. Дальнейшими планами на сезон поделилась директор театра Наталья Александровна Неконорова. В октябре, в начале и в середине мы играем с Разбрею Фрингера. Первое – это такой замечательный опыт лаборатории Лаевского, о которой мы говорили, писали. Вы помните, был здесь такой в рамках этой лаборатории замечательный талантливый режиссер Георгий Ценбеладзе, который сделал потрясающий спектакль «Весенняя гроза» по Уильямсу. Второй проект тоже уже готов. Его все лето репетировал Сергей Анатольевич Морозов. Я его специально уговорила поставить у нас пьесу, не пьесу, а новеллу Шмидта. Он поэтому автор, огромный специалист. А в ноябре на ульяновские подмостки в рамках фестиваля «История государства российского. Отечество и судьбы» выйдут звезды Московского театра у Никитских ворот под руководством Марка Разовского. В течение четырехдневных гастролей столичный коллектив подарит ульяновцам сразу несколько своих постановок. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости ульяновской правды.